Чистый номер, чистое стекло. Операцию под таким названием проводит Госавтоинспекция. Только за последние два месяца сотрудники ДПС привлекли к административной ответственности около 3000 автолюбителей. Движение автомобилей по городским улицам и магистралям с загрязненными номерными знаками и стеклами переднего видения недопустимо. В целях предупреждения административных правонарушений сотрудники Госавтоинспекции на территории региона проводят профилактический рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с нечитаемыми регистрационными знаками. Такого рода профилактические рейды помогают напомнить водителям о важности соблюдения ПДД. Транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого гособразца. Их хорошо должно быть видно в любую погоду. По словам старшего инспектора ДПС Владимира Новикова, статистика показывает, что в последнее время женщины-нарушители практически сравнялись с мужчинами. В последнее время количество женщин-водителей растет. В связи с этим статистика равнозначна. И женщина нарушает, и мужчина одинаково. Опытное зоркое видение инспекторов не пропустит правонарушителей. При остановке транспортного средства сотрудникам ДПС хорошо видно состояние загрязнения. Если грязь свежая и мокрая, возникшая вследствие неблагоприятной погоды, это не является правонарушением. А если она сухая и въевшаяся, то водителю уже не удастся оправдаться со ссылкой на погоду. Это уже нарушение, и в таком случае составляется протокол на административку. Штраф 500 рублей. С одной стороны, автомобиль – это средство передвижения и роскоши. Но с другой стороны, не стоит забывать, что это сложный механизм, который необходимо содержать в надлежащем качестве. Антон Никонов, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.